Девушки отдыхают Девушки отдыхают А у вас вообще супружеские отношения-то сохранились? Интимная связь у нас бывает, дай бог, раз в неделю, когда мамаша пойдет в магазин за продуктами Несец, это так? Ну, да 16-летняя девочка успела выйти замуж и родить ребенка Только повзрослеть не успела Теперь она готова развестись с любимым Только потому, что ее всезнающая мама решила, что дочери не нужен муж, а внучке отец Истец Елена Пивоварова предъявляет иск о взыскании ежемесячных элементов в твердой денежной сумме с бывшего мужа Ответчик Виктор Королев с иском не согласен Уверен, что бывшая жена не имеет права на алименты Слушается дело по иску о взыскании ежемесячных алиментов в размере 25 тысяч рублей с доходов бывшего мужа Истец Пивоварова Елена Анатольевна, ответчик Королев Виктор Андреевич Слушаю вас Ваша честь, я обращаюсь в суд для того, чтобы взыскать алименты с настоящего дохода С моего бывшего мужа Королева Виктора Андреевича в размере 25 тысяч рублей Скажите, пожалуйста, сколько лет вы состояли в браке? В браке мы состояли 27 лет, поженились когда-то в 90-х У нас двое детей Взрослые дети? Сейчас, да, уже взрослые 26, Иришке и Сереже 24 Вот, поженились когда-то У меня высшее образование Я работала на полставки, так решили, когда дети родились Потому что потом еще и я за больной мамой ухаживала, своего супруга Мы когда поженились, она была больна И мы посидели, решили, маленькие дети, больная мама На полставки я поработаю, я экономист по образованию Естественно, я пенсию практически не заработала А 25 апреля этого года мне исполнилось 55 лет И мне начислили пенсию Естественно, у меня пенсия маленькая Скажите, истец, а в настоящее время вы в браке состоите или брак расторгнут? Нет, брак расторгнут Когда? Два года назад он расторг, подал на развод и мы развелись Но дело в том... По какой же причине вы развелись, если вы в браке были целых 27 лет? По какой причине? Потому что у меня муж 5 лет назад, мой бывший муж, влюбился, пришел и сказал Я влюбился Но тогда, почему он тогда еще не ушел, когда хотел? Вернее, он даже не хотел, я могу сказать так Потому что мама больная была Ты истерику устроила? А маму это надо было еще ухаживать А мама еще была жива? Конечно Дети еще жили с нами Да она истерику устроила Какая истерика? Успокойся А сейчас, на данный момент, у меня пенсия 14 500 Минимальная Двухкомнатная квартира, у нас маленькая двухкомнатная квартира Ее расположено А кто проживает сейчас в квартире? Я одна там проживаю То есть дети с вами не проживают? Дети с вами не проживают, а ответчик тоже не проживает Они взяли ипотеку Дети взяли ипотеку? И сын и дочь, да, взяли ипотеку И вот у меня сейчас 14 500 А свекровь? Свекровь умерла, скончалась 2 года тому назад Как раз перед разводом она и скончалась В чем и дело Я из 14 500 я 4 тысячи плачу квартплату 10 тысяч у меня остается У меня гипертонические кризы Криз за кризом После 98 года Просто, вы знаете, невероятно И больница, и профилактика И все бесполезно Постоянно высокое давление Вот у меня здесь все Никуда я не накручу Вот с 98 года здесь и чеки И все есть Инвалидность не наступила? Нет, инвалидности нет Инвалидности нет Я просто очень часто бываю в больнице Потому что давление зашкаливает за 200 Поэтому, сами понимаете И у меня очень много сейчас денег уходит на лекарства А с 10 тысяч на лекарства На лекарства потратить Шла бы работать Сходи, поработай Я тоже знаю, как ты работаешь На лекарства мне надо потратить Я не помню, когда я последний раз надевала новые колготки Вот верите, нет? Потому что за все время За 27 лет, которые мы вместе прожили Я не смогла ничего скопить Потому что дома сидела На полставки работала я немного За мамой ухаживала За детьми ухаживала Мужа надо было одеть Обуть Обогреть Обласкать Приготовить Постирать Я поняла вас Да, я поняла вас А он постоянно не бывал дома Понимаете? Постирать, конечно, машинки не стирала Его всегда не было дома Он на работе Ночами работал у нас, понимаете? Ну и плохо, что ли? Я же зарабатывал деньги Хорошо, естественно, я вас поняла Передайте, пожалуйста, документы Да, пожалуйста Спасибо Сейчас иди работать Сейчас свободно, пожалуйста Отвечек, слушаю вас Кризис у меня Что же вы Прожив 27 лет Воспитав двоих детей Вы понимаете, Ваша честь Моя супруга Бывшая Лена Она избрала себе этот образ жизни Сама 27 лет назад Ее так устраивало Собственно говоря Так, минуточку Что значит 27 лет назад Она избрала образ жизни Мы сейчас говорим о том Что вы в разводе За маму это надо было Ухаживать за двоедями Не забывай И дети были маленькие Их надо было кормить И воспитывать Она, имея высшее образование Могла бы устроиться на полную ставку И вопрос-то в том, что Когда человек работает на полставки Ну, вы представляете Тем более, это еще началось в советские годы Ну, пришли чайку попили Документики переложили Поболтали Пришла домой Вроде тут детьми занималась А ответственность экономиста Истец И, естественно, подойдя к этому возрасту В 90-е годы В 90-е годы было тяжело Ну, подождите, ответчик Она ушла в быт Она ушла в быт Но вы В быт я ушла Я в работу Истец Ну, я же вас выслушала уже Давайте ответчика послушаем И тут я встретил, да Семь лет назад Это был еще 12-й год, да И спустя два года Когда у нас отношения А меня как старую стиральную машинку Раз Из-за ворота, да Просто я У меня открылись глаза Потому что Открылись у него глаза Не было уже Вот у нас с супругой Да, в принципе, изначально Это не было особой страсти Был уже быт Зато дети были, да Ну, позвольте, ответчик У вас двое детей Как-то родилось, да Которые сейчас на данный момент Они ему нужны Они взрослые Они самостоятельно Он даже внуков не видит Я их не вижу Потому что ты их настраиваешь Против меня Внуки есть Ответчик, у вас есть внуки? Да У старшей дочки есть внук Но я приглашаю в гости Она же настраивает Против, ну, правильно Отец бросил Ушел к молодой И второй момент Он внук Сами понимаешь состояние Тут бабушка Тут дедушка И вот между Ну, хорошо А ваши отношения к иску? Я не согласен Потому что, собственно говоря Я оставил ей квартиру Еще бы он был бы согласен Он оставил Получали-то мы вместе Вместе получали квартиру Ты помнишь это? Я не претендую на раздел Я оставляю помощь А что там делить? Скажи мне, что там можно Истец Это возможно? Истец Ну, пока что Еще не делит с вами никто квартиру Еще бы не хватало бы Начал бы он со мной делить квартиру Ну, знаете, такое тоже бывает Поэтому давайте мы Ответчика послушаем Истец Я вас удалю из зала Если вы не перестанете скандалить Там у нас однокомнатная квартира Двое детей Несовершеннолетних Ваши дети? Нет, нет Я взял уже супругу С двумя детьми Потому что свои не нужны, понимаете? Истец Вы меня слышали сейчас Я вас удалю Мне нужна была женщина И раз она была с детьми То я влюбился И поэтому Я принял ее Какая она есть С двумя детьми Но Одно дело Когда они в однушке жили Как бы втроем И тут еще я появился Ну, извините Как моя супруга Бывшая Убеждает вас Я еще молод Поэтому иногда хочется И уединиться Поэтому мы приняли решение Квартиру нашу сдали И сейчас собираемся в ипотеку А сами живем в двухкомнатной квартире Поэтому, собственно говоря Не поняла Что значит вы сдали квартиру? Мы сдали Вот квартиру Моей нынешней супруги Мы сдали в наем Да-да-да Потому что ему денег не хватает Потому что надо Слишком много Чтобы больше было Потом собираемся брать Ипотеку Своих-то забыл детей Потому что построить уже Свою квартиру А эту оставить Я не претендую на нее Абсолютно Все-таки 20 лет Объясняю вам Ответчик, секунду Объясняю вам В зале судебного заседания Нужно соблюдать порядок Мне очень не хочется Накладывать на вас штраф Простите, ваша честь Учитывая ваше материальное положение Пожалуйста, помогите мне Не накладывать на вас штраф Простите, ваша честь Слушаю вас Я принадлежа не оставить Да, мы 27 лет были вместе Она, да, воспитала Моих детей Наших детей, точнее Я оставляю эту квартиру И не претендую Поэтому мне необходимо Соответственно, заработать И купить ипотеку И заработать на двухкомнатную квартиру Уже для новой семьи моей Ну, естественно И у детей Подростковый возраст Тоже расходы И на налаженные отношения И одежда чаще меняется И в школу расходы Скажите, Отвич Вот вы рассказываете суду Как вы помогаете Новой семье Как вы переживаете За материальное благополучие Семьи Вы переехали из однокомнатной В двухкомнатную И так далее Я понимаю, что вы всем этим Крайне увлечены Но поясните, пожалуйста, суду Почему вы не хотите Вникнуть в положение Вашей бывшей жены С которой вы прожили Немало 27 лет Вырастили детей Она Ну пусть не ухаживала Но помогала ухаживать За вашей матерью больной На протяжении стольких лет Почему сейчас такое отношение Пренебрежительное Ну почему пренебрежительное Просто я как бы Почему не хотите ей помочь Остаться Помочь, да Но почему это должно быть Извините 25 тысяч рублей И за что Ну закон предусматривает Насколько вы Знаете Да, вы знаете Ваша честь Я, собственно говоря Хотел Какая у вас заработная плата Ну зарплата, да У меня, в принципе Позволяет 100-130 тысяч рублей В зависимости от сезона Есть справка у вас Да, вот справка О заработной плате Представьте суду Пожалуйста Вопрос в чем Собственно говоря Моя бывшая супруга Она Прекрасно осознавала На что идет Когда выбрал Этот образ жизни А когда я ей объявил Что я с ней развожусь Она, вы знаете Ваша честь Устроила истерику Потом вот эти вот кризы Вы прям категорически Не хотите Своей бывшей жене помогать Нет Я не отрицаю помогать Но не 25 тысяч рублей Ну тогда предложите суду Альтернативу Может быть вы согласны Какую-то сумму определенную Давайте Давайте Нет Суду вы не можете говорить Давайте Вы можете предложить суду Определенную сумму Раз пока еще Как бы Я прописан на старые квартиры Расходы коммунальные По квартире То есть вы согласны На себя взять полностью Расходы Коммунальные 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 Да Те, которые по квитанции приходят Все Сколько истец вы платите Четыре тысячи Четырех тысяч Вы согласны Оплачивать коммунальные платежи Четыре тысячи рублей Что-то еще Все Только четыре тысячи рублей И все А питаться святым духом И одеваться старой тряпочкой Мы воспитали двух взрослых детей У которых уже наступил момент Когда они должны Заботиться о родителей Да ты что Проблема То я думаю Дети наши Сколько лет было ИСЦУ В момент Когда вы развелись ИСЦУ А ИСЦУ ИСЦУ Да 53 года 53 года Суд удаляется Для принятия решения Прошу всех встать Далее в программе Отец не может за меня Теперь слово молвить Не может Конечно Он все вымолвил В своем романе Пожилой пациент Тронул сердце врача Поскольку возвращаться Ему было некуда Женщина сначала Приютила А затем и вышла За него замуж После смерти мужчины Суд решит Кто наследник Дочь Которая выгнала Отца из дому Или вдова Прожившая с ним Всего несколько месяцев А у вас вообще Супружеские отношения Сохранились? Интимная связь У нас бывает Дай бог Раз в неделю Когда мамаша Пойдет в магазин За продукт Естественно Это так? Ну да Могут ли юные молодожены Быть счастливы Когда они каждую минуту Находятся под неустанным контролем Заботливой мамы В однокомнатной квартире Подаренной родителями жениха Командует теща Как в такой ситуации Не потерять семью? Оглашается решение суда Суд принял решение Иск О взыскании ежемесячных алиментов В размере 25 тысяч рублей Удовлетворить частично Суд принял решение Исчем возможным Удовлетворить исковые требования В размере 10 тысяч рублей Который будет взыскиваться Ежемесячно Ответчик С вас В пользу ИСЦа Суд принял данное решение Исходя из следующего Право требовать предоставления Алиментов В судебном порядке Предоставлено законом А именно Семейным кодексом Российской Федерации И Имеет право на это Нуждающийся Бывший супруг Соответственно Истец у нас достигла Пенсионного возраста При этом При рассмотрении данного спора Суд учел Как материальное положение ИСЦа Так и материальное положение Ответчика Дело закрыто Прошу всех встать Решение суда Иск удовлетворить частично Спасибо суду Я очень довольна Теперь по крайней мере Я лишний раз хоть в театр схожу А то уже все забыла Я конечно не согласен с решением суда Несмотря на то что снизили сумму алиментов Я буду подавать апелляцию Потому что Собственно говоря у меня сейчас новая семья И Расходы лишние мне Но ни к чему не жены Да я считаю что По закону я имею право Подать апелляцию И буду ее подавать Судья Елена Кутьина Ведет расследование на ваших глазах А почему вот я сейчас Отвечаю на какие-то вопросы Отвечу Почему я вот должна Суд задает вам не какие-то вопросы А вопросы которые необходимы Для установления обстоятельств по делу Она не выносит глупости Вы знаете как-то мне кажется Что женщина довольно редко беременна от мужчин Которые им невыносимы Она защитит невиновного И накажет подлеца Я предлагал Ольге Андреевне Пойти элементарно в дом престарелых В самосовременную оборудование Не пошли бы вы сами в дом престарелых Сами идти в дом престарелых Смотрите дела семейные с Еленой Кутьиной Да, да, да Ну хорошо Разобрались Замечательно Да, спасибо что помогли На телеканале Мир Истец Наталья Габулова Предъявляет в суд иск О возвращении наследного имущества Умершего отца В виде денежной премии В размере 200 тысяч рублей Ответчик Вера Габулова Иск не признает Прошу садиться Слушается дело Истец Габулова Наталья Григорьевна Обратилась в суд с иском О возвращении наследственного имущества Умершего отца В виде денежной премии Истец Габулова Наталья Григорьевна Ответчик Габулова Вера Ильинична Слушаю вас истец Ваша честь Я требую Чтобы ответчик Вера Ильинична В полном объеме Вернула мне Денежную премию Моего умершего отца Дело в том Что полгода назад Он стал Лауреатом сетевого Литературного конкурса И Выиграл там Главную премию Но Когда умер ваш отец? Мой отец Умер четыре месяца назад Так вот Он не узнал о том Что он выиграл Эту премию Потому что за два месяца До оглашения результатов Он ушел из жизни Кстати проживая Вот с этой мадам Так вот Я тоже понятия не имела О его выигрыше Потому что Вера Ильинична сделала все Чтобы мы с ним не общались Об этом прекрасно знала Сама Вера Ильинична Она благополучно получила За моего отца Всю премию целиком А какой сумме идет речь? Смотрите Эта премия состояла Из Издания книги Книга, кстати, называется Планета Где живет добро Так вот Издание Тысяча экземпляров Тиражом Плюс 200 тысяч Рублей премии Ответчик, слушаю вас Ваша честь Требование истца Мне понятно Но я считаю Наталью Григорьевну Недостойной Наследницей Своего отца Интересно, почему? И поэтому Против ее иска Я возражаю И требую признать ее Ну поясните, пожалуйста Я объясню Требуйте признать ее Недостойной наследницей Недостойной наследницей Это, между прочим Очень веский аргумент И человек не имеет права Так говорить Не был писателем Он был инженером И написал этот фантастический роман От большого отчаяния От той жизни Которую устроила ему Его дочь Он скитался по друзьям И знакомым Только чтобы не находиться дома Его никогда не приглашали За общий стол Его попрекали куском хлеба Потому что он получал Небольшую пенсию инженера Откуда вам известно это? Это уж точно Мы познакомились С Григорием Васильевичем В больнице Он поступил к нам В отделение С инфарктом Его нашли на вокзале Где он не помнит Как он оказывался Ваша честь Я прошу Словом Мне просто Выслушивать все Я очень вас прошу Иначе у меня сейчас Будет в мою сторону Огромное море помоев Дело в том Что у меня С моим мужем У нас была Однокомнатная квартира Мы ее продали И вместе Со своими двумя детьми Временно Переехали в квартиру отца Потому что Эту сумму Мы договорились А кому принадлежала квартира отца? Квартира отца принадлежала изначально Ему В любом случае Потом После того как вы туда переехали? Мы когда переехали Она еще принадлежала ему Потом он сам Решил Что надо оформить Дарственную Для того чтобы Когда он уйдет из жизни Чтобы не было вопросов И проблем То есть он вам квартиру эту подарил? Да Пожалуйста Вот у меня и дарственная Так вот получается что мы деньги За однокомнатную квартиру Отдали Как первый взнос В ипотеку То есть естественно Мы не собирались Оставаться в этой квартире Потому что у нас строилось Свое жилье И вот пожалуйста Договор ипотеки И то что было тяжело Конечно в двухкомнатной квартире В пятером Это все понятно Ему естественно Нужно было свое пространство А где отец-то жил в это время? Он жил в своей комнате А вы в четвером? Жили во второй Это тяжело Но конечно Сами понимаете Кориторчики маленькие Вы сами это прекрасно понимаете И между прочим Двухкомнатная квартира Там проходная комната И конечно Отцу тоже было И не очень удобно И да и нам было неудобно Но он уходил гулять Он уходил Общался с друзьями Со знакомыми Мне что было запретить ему Выходить на улицу? Когда он хотел Он оставался у друзей Когда он хотел Он возвращался Ему никто не мог перечить Понятно Ответчик Что вы хотели добавить? Ваша честь Он уходил из дома Потому что он чувствовал себя там лишним Ему строились любые козни Чтобы он не находился с ними в квартире Это он вам рассказывал? Да Когда он поступил в больницу Правда Приехал он к нам В бессознательном состоянии Но потом он был прооперирован И когда он восстановился Он очень много рассказывал мне О своей нелегкой жизни После смерти жены Что он доверился дочери Что он не ожидал таких последствий Он очень тяжело переживал эту ситуацию Я вас перебью Скажите, вы работали в этой больнице? Я его лечащий врач А вы его лечащий врач Скажите, а как долго он лежал в больнице? В больнице он находился Две недели И после проведенного лечения Он был выписан домой Но как оказалось А дочь навещала его в больнице? Нет Ни разу? Дочь не навещала После выписки из больницы Он куда пошел? Он пошел ко мне жить Потому что ему некуда было идти И я предложила ему свою квартиру Я думала, что это временно Но Он его не смущаетесь Он оказался очень порядочным Добрым И вы вышли за него замуж И я вышла за него замуж Хорошо Свидетельство о браке Приобщаем дел Передайте, пожалуйста Через тристого документы Подождите, естественно Пожалуйста Хорошо, хорошо Мне теперь интересно Что расскажет мне от Вечер В одной квартире мы поняли Что мы дороги друг другу Для квартиры нужна была и деньги Восстанавливаться Он ждал очередной операции Которая ему была запланирована через год Сколько вы прожили? Меньше года Да меньше года, вот именно Григорий Васильевич Проходил восстановительное лечение И через полгода Живя в нормальных условиях Его никто не нервировал Он занимался своим восстановлением здоровья Начал писать роман Роман Он посвятил своей дочери Но Когда роман через полгода был написан Денег на издание его, конечно, не было И тогда я подумала Что, может быть Найти в интернете Какие-то данные О литературном конкурсе И подать туда На конкурс его произведение О чем роман? Это фантастический роман Это мы поняли О том, как Дочь попала На другую планету Где нет зла Где живет только добро И она поняла Какую ужасную жизнь Она устроила своему отцу Практически доведя его до самоубийства Когда Мы подали эти документы Конечно, не ожидали Но, тем не менее Он выиграл Получил главный приз Но, к сожалению, он не узнал об этом За два месяца До присуждения приза Он ушел из жизни По условиям конкурса Я получила приз Потому что я со своей почты Отправляла все документы на конкурс И, естественно, вела всю переписку Поэтому я была приглашена На получение премии Что я и сделала Получила премию Скажите, пожалуйста А вы после смерти мужа Обращались в нотариальную контору С заявлением о принятии наследства? Все дело в том, что Вы ответите просто на вопрос Нет, не обращалась Скажите, естественно А вы обращались? Да, естественно, обращалась Потому что в нормальном разговоре Человек абсолютно неадекватен И не понимает Обратились, и что? И что? Вот сейчас жду результатов Понятно Можно я еще добавлю Что денег, которые я получила В качестве премии За издание этого романа У меня нет Я хоронила Григория Васильевича Потом был устроен поминальный банкет И установлен скромный, но памятник Все документы, все счета Я прошу приобщить к делу Передайте, пожалуйста, документы через пристав Скажите, ваше честь Не за свои деньги, которые тоже И я зарабатываю Так, истец, у меня вопрос к вам Я бы точно так же использовала ее Были ли вы на похоронах у своего отца? Нет, я, ваше честь, я не могла находиться на похоронах отца Конечно, у вас же дети Да, у меня болела дочь Я не могла этого, к сожалению, сделать А сколько лет до дочери вашей? Дочери 14 лет Участвовали каким-то образом потом материально в установке памятника? Вы знаете, если бы я, наверное, получила вот эту премию Я спрашиваю, вы участвовали или не участвовали? У меня все деньги уходят на ипотеку А вот то, что это премия Вот видите, как вы меня сейчас выставляют плохой дочерью Да или нет, ответьте мне, пожалуйста Я бы точно так же использовала эту премию Иск заявлен как раз именно об этом, если вы еще не поняли О том, что... Да, о том, что вы плохая дочь Иск заявлен И о признании вас недостойным наследником Правильно, потому что отец не может за меня теперь слово молвить Не может Конечно Он все вымолвил в своем романе В своем романе он вымолвил фантастические истории Которые мы, кстати, разговаривали Сколько вы денег потратили на памятник отца и на похороны? Я пока еще ничего не вкладывала Не потратили, понятно У нас заявлен свидетель со стороны ответчика Симаков Анатолий Иванович Пристав, пригласите, пожалуйста, свидетеля Свидетель ответчика Войдите Слушаю вас Симаков Анатолий Иванович Планета, где живет добро Если бы Наталья прочитала этот роман Я читала этот роман То у нее бы совести не хватило обратиться в суд Почему? В этом романе, автобиографическом романе Описана полностью подробно жизнь Григория И отношения его с дочерью Там подробно описано, как она отказалась от отца Вы знаете, там подробно описаны все отношения вот его с дочерью И Гриша до последнего момента все-таки надеялся, что Наталья прочтет этот роман Это роман послания к Наталье Это был роман послания к Наталье Я считаю, что она вообще недостойна не только вот наследству, но и памяти вот отца Она недостойна Спасибо, свидетель А сейчас у меня ничего не остается, как только деньгами интересоваться Суд удаляется, потому что для вынесения решения Истец Суд уже удалил, свели в могилу сами Для вынесения решения Далее в программе А у вас вообще супружеские отношения-то сохранились? Интимная связь у нас бывает, дай бог, раз в неделю, когда мамаша пойдет в магазин за продуктами Истец, это так? Ну, да 16-летняя девочка успела выйти замуж и родить ребенка Только повзрослеть не успела Теперь она готова развестись с любимым Только потому, что ее всезнающая мама решила, что дочери не нужен муж, а внучке отец Суд оглашает решение В иске о возвращении наследственного имущества умершего отца в виде денежной премии отказать В удовлетворении встречного иска также отказать Суд разъясняет, что с моральной точки зрения, конечно, тут все понятно Но закон говорит о том, что можно признать наследника недостойным наследником в случае, если его действия по отношению к умершему были противоправными Либо к умершему, либо к другим наследникам В данном случае, конечно же, есть подтверждение некого недостойного отношения дочери к отцу Но, тем не менее, это не основание для признания ее недостойным наследником В то же время я отказываю в иске о возвращении наследственного имущества в связи с тем, что вами подано заявление в нотариальную контору И, соответственно, вами еще не получено свидетельство Я полагаю, что в дальнейшем вас ждут еще судебные разбирательства И полагаю, что ответчику также нужно озадачиться тем, чтобы обратиться в нотариальную контору Для того, чтобы понять, каким образом будет разделено имущество И также подумайте о том, чтобы авторские права на эту книгу были закреплены за вами Дело закрыто Я знаю таких врачей, которые обманывают и обирают своих престарелых пациентов Но ничего, я добьюсь, я все равно добьюсь, она вернет мне все до копейки Я недолго прожила в браке с этим человеком И я думаю, что я не вправе обращаться к нотариусу Мне, кроме Григория, ничего было не надо Мы за то, чтобы была любовь, а не ненависть Как ты любил сначала меня, потом ты любил ее Тебя не любил, я любил твою мать Мы за то, чтобы дети смеялись, а не плакали Когда забрали ребеночка из семьи, два дня он лежал без еды, без питья Возле мам, которая была в ломке Мы забрали его на грани жизни и смерти Мы за то, чтобы ваше имущество не делилось, а приумножалось Как только стало известно ответчику, что у меня есть сын Она сразу побежала продавать все имущество, чтобы этому ребенку ничего не досталось Если что-то грозит вашему благополучию, звоните в нашу бесплатную юридическую консультацию Профессиональные юристы помогут вам своим советом Истец, 16-летняя Екатерина Левочкина, предъявляет иск о расторжении брака И определении места жительства ребенка с ней Ответчик Дмитрий Левочкин с иском не согласен Уверен, что семью можно сохранить Слушается дело по иску Левочкиной Екатерины Сергеевны К Левочкину Дмитрию Вениаминовичу О расторжении брака и определении места жительства ребенка с матерью Слушаю вас, истец Здравствуйте Ваша честь Дело в том, что с мужем мы прожили чуть больше полугода Муж совсем мне не помогает Ничем не занимается А сколько вам лет? Мне 16 Вам 16, а ребенку сколько? 3 месяца Понимаете, он сам разрушил наш брак Подождите, подождите О разрушении брака Вам 16 лет, ребенку 3 месяца Сколько вы в браке состоите? Полгода Полгода То есть брак был зарегистрирован До того, как вам исполнилось 18 лет Вам, соответственно По причине рождения ребенка, конечно Ну это уже понятно По причине рождения ребенка Хорошо Слушаю вас Понимаете, он постоянно сидит за компьютером Ну не постоянно Ничего не делает Да, я договорю Ничего не делает Он постоянно шляется с друзьями С девицами посторонними Ну зачем врать Зачем вот это вот Ну отвечик, ну подождите Ну дайте сказать девочке Мне совсем не помогает К ребенку даже не подходит Совсем им не занимается Я понимаю, что А работает муж? Муж как раз таки и не работает Хотя надо бы деньги зарабатывать Хорошо, что мама помогает А на что же вы живете? Ну его родители дают деньги Ну вот зачем мне работать 16 лет тогда? Вам тоже 16 лет, отвечу Мужчина И вам 16 лет Детский сад Хотя бы курьером пошел работать Вы учитесь, что вы, чем вы занимаетесь-то? В колледж хожу Я не учусь А, то есть вы ходите в колледж Вы учитесь Да, она говорит, что я 24 часа за компьютером сижу Понимаете, он постоянно занят всем Но не мной и не ребенком Ну понятно Он не подарит мне ни подарочка, ни цветочка За последнее время меня вообще никуда не водил Что ты за муж-то такой? Водил, мы с тобой в кинотеатр не надо ходили Ну подождите, в кинотеатр выходили Вы расскажите вообще, как вы умудрились это сделать-то? Вам лет-то сколько? Ну встречались Вы встречались, у вас были отношения? Конечно У вас были серьезные отношения? Вы друг друга любили? Да Любили и любили Планировали и любите? Да Что же такого произошло, что вы хотите развестись? Понимаете, я одна бьюсь с ребенком Белого цвета не вижу Целых три месяца вы бьетесь одна с ребенком Я не с плюночами Это понятно Пеленки стираю Ну мама помогает, мама помогает А ты что делаешь? Что ты делаешь? Скажите Екатерина Екатерина, а зачем вы стираете пеленки? У вас нет памперсов? Ну почему? Есть, но он же маленький ребенок И что? Ну нужны Да, он конносирует А у меня такое ощущение, что это не очень-то вы этим делом занимаетесь Ну я только учусь Я же не все знаю А вы учитесь? Мама мне подсказывает Мама с вами живет Мама, мама помогает, да? Да Мама делает все А ты вообще ничего не делаешь А, ну хорошо Я, если честно... Тебя мама-то помогает Ее мама, ее мама помогает Ваша мама помогает А ее родители вообще ничего не делают Вы же говорите, они денег дают Они дают деньги, да Они дают деньги, да Они квартиру на купили Они не помогают И ты тоже сидишь просто Вы живете... Да, да, да Слушайте, у меня такое ощущение, что, знаете, может быть я пойду, а вы поговорите А я тоже не понимаю, зачем она сюда это все довела Если честно Такое ощущение, что как переменка в школе Вот вы вышли и решили поговорить Вы ничего не делаете Вы, походу, тоже не очень А вы учитесь? Нет, я же в декрете И работать не могу у ребенка Ну, мне тоже не говорится, что вы должны работать Но учиться надо Раз мама помогает Я хочу, чтобы ребенок остался со мной Органы опеки приходили И у нас в квартире все хорошо И поэтому... Подождите, где вы живете-то? В какой квартире? Ну, в квартире, которую купили родители Димы То есть вы проживаете в квартире мужа, получается? Да Но вы там зарегистрированы, ребенок зарегистрированный И ваша мама Да Прям вот мама ваша тут везде присутствует Ну, а как же без нее? Кто будет подсказывать? Его родители же ничего вообще не делают Они вам квартиру обеспечивали, денег дают Ну, что ж такое-то? Ну, и что? Квартира большая? Что за квартира? Ну, обычная квартира, однокомнатная А где же мама там? Ну, мы все в одной комнате Да, вот понимаете, да То есть даже чисто сексом мы не можем заняться Действительно, в 16 лет Как же прожить без этого? Ну, как бы отношения Понятно Так ребенок получается Правда? Ты во всем обвиняешь мою маму Хотя она помогает, она много что сделала Отличник, ну, давайте мы вас послушаем Да, давайте послушаем меня То есть вам 16? Да, мне 16, я полностью не согласен с этим иском Я считаю, что разводить нас не нужно Как она сказала, она меня любит, я ее люблю Если есть любовь, зачем нас разводить? Логично Все, что она сейчас сказала, все ее слова Это 100% слова мамы Вот все, что мама ей 3 месяца капает на мозг Она вам сейчас это все вывалила Придет мама сегодня тоже в суд Я тоже не знаю, зачем она себя притащила Если бы ты помогал, я бы так не говорила В словах копия вот абсолютно Вот, значит, все это идет от мамы Она, я думаю, сама так не думает И вот насчет квартиры, да, мы начали разбираться Я вам сейчас расскажу насчет квартиры Как это вообще получилось и что И зачем вообще мама так активно нам помогает У нас были с ней отношения Мы понимаем, что она беременна Она сообщает своей мамаши об этом Мамаша сразу резко прибегает к моим родителям Мамаши маме Маме, простите Да, ответ Она прибегает сразу же к моим родителям Устраивает неимоверный какой-то концерт Она начинает говорить про то, что я ее изнасиловал И надо подавать в суд Какое здесь изнасилование? Ну вы любите друг друга, я поняла Она несовершеннолетняя И мы в отношении Ну то есть вы понимаете, да, что мама там как-то недалекая Нет, это я еще пока не смогла установить Ну что вы оба дети, это я поняла Не надо, пожалуйста, так о моей маме говорить Подаю я суд и надо делать аборт Мои родители, естественно, подэкватнее Они говорят, давай мы как-то миром решим этот весь конфликт И аборт делать не будем Ребенка воспитаем и все Но мы готовы тогда, чтобы ты в суд не подавала Купить квартиру ребенку Ведь ребенку нужно будет где-то жить Естественно, мама ее, естественно, этому обрадовалась Вау, квартира будет в Москве, это почему бы нет И соглашается на это В итоге, значит, мои родители продают дачу Мои родители берут огромный кредит Мои родители таки покупают однушку в Москве Ну прям все твои родители делают Подождите, стец, вы ребенка родили У вас тоже Покупают они в итоге квартиру Мы делаем с моими родителями вечерами, ночами Там напролет ремонт В итоге все, квартира у нас готова Заезжаем мы с ней вдвоем Но не тут-то было, заезжает с нами ее мама И в итоге вот мы три месяца живем уже втроем Просто вот 24 часа на 7 она находится с нами Она мне не дает ничего делать И вот она говорит, я не воспитываю ребенка Ничего, как только я подхожу к ребенку Ты постоянно музыку слушаешь Катя, подожди Ее мама сразу отбирает Ты говоришь, ты его сейчас убьешь Ты его сейчас уроднишь Такое такое Если вот она говорит, я по хозяйству ничего не делаю Я вот просто Даже она не дает лапочку ставить Она говорит, тебе 16 лет, ты молодой Ты ничего не умеешь Я не уверен, хочу полы мести Ты не умеешь полы мести Хотел бы сделать Она говорит, я ничего не делаю Знаете, в чем проблема? Знаете, в чем проблема? Потому что вы дети И родители, естественно, считают Ну полы мести, я могу помыть, правильно? Ну да, ну вот мама все думает, наверное Что вы никогда не можете это сделать Как мама появилась вот с нами жить Если бы не она Все пошло, все получилось Все из-за нее Я считаю, что вы не имеете права нас разводить Потому что это просто Но ребенок останется самой Вот право у меня есть Вот будет ли у меня желание Я подумала Давайте вашу маму Будьте добры, пригласите свидетеля Свидетелица Войдите Вот сейчас она есть Да, да, пришла сейчас Хватит, пройти Ответчик Ну давайте подсунемся Ну начинайте, мама, сочинять сказки Что ты так бесишься? Потому что я есть такой плохой в ваших глазах Ответчик Вы не плохой Все, я молчу Просто давайте Вы немножко успокойтесь Я вас слушаю Ваша честь Я полностью приветствую иск моей дочери Вообще считаю этот брак сплошным недоразумением Недоразумение ваше появление в нашей квартире Вот это недоразумение Она помогает Ответчик Простите Вы знаете, я сама растила Катеньку одна И мы Викусю сами поднимем Я вообще не вижу в этом ничего Зачем нам такое недоразумение? То есть, кто в ребенке собирается жить для вас, это норма? Ты посмотри на себя Я смотрю на себя каждое утро в зеркале Вроде ничего Палец о палец ударить не можешь Я готов ударять Вы не даете палец о палец ударить Я не для такого растила свою Катеньку, извините Я вообще, когда узнала, что Катя беременна Была в таком шоке Побежала вот в эту семью Они меня начали уговаривать А почему в шоке-то были? А потому что в 15 лет я даже представить не могла Что такое вообще возможно У меня были мысли всякие То, что там какая-то любовь У меня до этого до сих пор не доходит Какая там любовь? Я вообще не понимаю Какая? Ромео Джульетта? Ну, не знаю, как Ромео Джульетта Но Катя моя для лучшего создана Ну вот, не надо смеяться Ну, рассказывайте, рассказывайте То есть вы решили Вот, я пришла к ним домой Я потребовала деньги на аборт Потому что я сочла, что это рано И не нужно портить жизнь В таком возрасте, извините Они меня стали уговаривать И говорят, ну что вы, что вы Мы все возьмем на себя Все расходы Мы сыграем свадьбу Купим квартиру Ну это все случилось? Так случилось, да Отвечек, отвечек Скажи мне, пожалуйста И что? А что же не так происходит? Что хорошего? Ты же ничего не делаешь Что хорошего? Ребенок? Ну, вот опять Ты целыми днями отсутствуешь Тебя дома Нет, вообще Благодаря кому? Понимаете, я не знаю С кем он шляется Средитель, ну, подождите Подождите, это я поняла Почему вы не можете Его подпустить к ребенку? Потому что он приходит в грязные обуви Сует туда руки, понимаете? Я вообще не понимаю Молодец Как так? Да какой отец? Мне кажется Знаете, какой отец? Биологический Очень хорошо С правами Предоставленными ему Биологическим отцом И по закону тоже Он останется со мной Так, все Ответчик Сейчас выгоню вас из класса Свидетель Вы Переехали к детям Да, я сразу же переехала Историю Вас туда приглашали Или вы по собственной инициативе Это сделали? Я считаю, что ребятам нужна была помощь И вообще я не могла оставить свою дочь Извините Непонятно с кем Еще с маленьким ребенком На руках Ей всего 16 лет С мужем И с отцом ребенка Ну, скажем, может, 16 лет всего И что теперь? Вы хотите сказать, что он полноценный мужчина? Вот она и помогает Нормальных мужиков Среди взрослых Ты не найдешь А это что? Это что такое? Что он может дать ей? Скажите, свидетель Как вы себе вообще представляете? Это нормально, когда молодая семья Живет в однокомнатной квартире с мамой? Вы считаете, что это нормально? Я считаю, что это абсолютно нормально По крайней мере, у моей дочери есть какая-то поддержка С поддержкой все хорошо Вы можете приходить, допустим, и поддерживать ее днем Вы понимаете, мне далеко ехать из загорода Мы живем в Сергиевом Посаде Я сдала квартиру Ну, это вот так далеко Но я не могу, извините, тратить по несколько часов А если еще и пробки Поэтому у меня были единственные дырянки Поэтому вы поселились у них И решили испортить им жизнь Уж скажу, как есть Я не собираюсь испортить жизнь Скажите, пожалуйста Истец, ответчик А у вас вообще супружеские отношения-то сохранились? Ну, такие очень своеобразные Вот, например, интимная связь У нас бывает, дай бог, раз в неделю Когда мамаша пойдет в магазин за продуктами, например Для меня это просто праздник какой-то Поход ее в магазин Истец, это так? Ну, да То есть супружеские отношения между вами сохранены? Да, сохранены И я повторяюсь, и я ее люблю, и она меня любит Но просто она нам реально сейчас мешает То есть вот Какая любовь? Скажите мне, пожалуйста Какие у нас вообще новые перспективы? Он же ничего не удаляется Для вынесения решений Вот, конечно, знаешь И хотя бы попробуем Прошу садиться Тишина Не поднимается у меня рука вас разводить По закону Суд имеет право дать срок на примирение Поэтому я вам даю максимальный срок на примирение Чтобы вы наладили вашу жизнь Вам не надо понимать, любите друг друга или нет Потому что для меня это совершенно очевидно Вам не зря же увеличили брачный возраст Немножко надо повзрослеть Оторваться от вашей мамы Потому что у вас есть прекрасный муж Несмотря на то, что он такой молодой У вас есть ребенок И у вас уже есть то, о чем многие люди мечтают и не имеют А вам... Как это оторваться? Я куда поеду? А вам нужно подумать о том Я все сдала Чтобы оторваться от дочери И от ребенка Я, между прочим, веду все расходы У меня все написано А вы сейчас слушаете меня И если бы у меня была возможность Вынести решение о запрете Проживания вас с вашими детьми Я бы это сделала Пожалуйста, подумайте То, что вы вырастили ребенка Вашу дочь без отца Это, конечно, замечательно Но то, что вы хотите обречь вашу дочь Ровно на то же самое При живом муже И при отце И при таких отношениях И то, что вы хотите разрушить жизнь дочери В угоду себе Это абсолютно недопустимо Поэтому Срок на примирение Максимальный Я думаю, что это все-таки правильно Что мы не развелись Я не хочу, чтобы мой ребенок рос без отца Поэтому, я думаю, нам нужно пока пожить без матери Чтобы мы стали более самостоятельными И я все-таки его люблю Я очень рад решению суда Потому что, как и до суда И как сейчас Я уверен на 100% Что мы с Катюшей сможем Наладить наши семейные отношения И сейчас без помощи ее мамы Будет только лучше И прекрасно мы воспитаем нашу Вику Прошу всех встать Дела семейные Более 10 лет в эфире Слушается, дело Самые скандальные семейные разборки Я проявлял заботу, чтобы у меня коллектив не развалился Я одну заботу помню Я одного не понимаю Включай чеки на аборты Стороны Вы уже в разводе? Да, мы в разводе А скандальти как будто бы нет Гори Я не хочу, чтобы ребенок видел убить И счастье Я же полюбила, понимаете Вот какое чувство-то огромное Смех сквозь слезы Мне вот, ну, как любому ребенку важно знать Какой-то ребенок у тебя уже он сиськи Справедливые вердикты С учетом всех изменений в законодательстве Процессуальные кодексы придумали же не просто так Дела семейные Погоднем в 15.00 На телеканале МИР Вон ты уже Ответчик! Тихо! Новый сезон начинается Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова